Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая разговор о Евангелии от Матфея, обратимся к 27 главе. 27 глава уникальна в каком-то смысле тем, что в ней, собственно, Господь произносит буквально две фразы. Она содержит рассказ о событиях, в центре которых Иисус находится, но сам Иисус при этом практически молчит. Начинается эта глава с того, что, когда настало утро, первосвященники, подтвердив приговор, незаконно вынесенный ночью, отводят Иисуса к правителю, к римскому префекту. Собственно, Матфей, обратите внимание, пишет, ну, в греческом тексте Матфея, который дошел до нас, стоит слово «игемен» или «игумен», «правитель». А в реальности Понтий Пилат был префектом Иудеи, о именовании его прокуратором, ну, вообще говоря, появилось в довольно поздних анахронистичных источниках. Да, Матфей в этом смысле вполне исторически адекватен. И вот Господа приводят к этому самому Понтию Пилату для того, чтобы Пилат утвердил и, самое главное, исполнил смертный приговор. Его приводят уже арестованного, и предполагается, что это уже не должно вызывать таких протестных каких-то проявлений, которых больше всего боялись, собственно, первосвященники и старейшины народа. Дальше евангелист свидетельствует некоторые удивительные вещи о том, что произошло даже, я бы сказал, не столько с Аудой, сколько с тридцатью серебрянниками. Мы вспомним с вами здесь, что евангелист пишет для иудеев, и там, где это возможно, старается обозначить соответствие происходящему известным библейским пророчествам. Известным библейским пророчествам. Поэтому вот он говорит о том, что Иуда, поняв, что произошло, говорит, согрешил я, придав кровь невинную, но, в общем, уже обратной дороги нет, первосвященники отказываются этого обсуждать, Иуда пошел и покончил с собой, бросив деньги в храме. И вот на эти деньги купили некоторую землю, которая раньше принадлежала Гончару, Коршечнику, для того, чтобы погребать там странников. И вот тут Матфей вспоминает один из самых удивительных моментов, действительно, одно из самых удивительных пророчеств, когда пророк Захария говорит, дали в уплату, Бог через пророка Захарию, дали в уплату мне 30 сребреников, высокая цена, в которой оценили меня сыны Израилевы, и дали их за землю Горшечника, как сказал мне Господь. Действительно удивительное пророчество, которое отделяет вот от этих событий полтысячи лет. И в то же время, вот оно действительно до такой степени буквально исполняется. Это, я бы сказал, очень поучительно и дает возможность думать о том, как вообще Бог видит нашу с вами человеческую историю. Это одно. И второе загадочное, странное, на самом деле, ошибка. Здесь, в греческом тексте, Евангелие от Матфея. Не зря, видимо, Папе Иерапольский говорил о том, что переводил это Евангелие кто как мог. И, скорее всего, они-то и внесли эту ошибку, потому что в нашем тексте написано, что это реченное через пророка Иеремию, хотя это реченное через пророка Захарию, а вовсе не через Иеремию. Но это, в общем, в каком-то смысле второстепенная деталь. Гораздо важнее вот что. Смотрите. Иисус предстает перед Пилатом, и Пилат спрашивает его, ты, царь иудейский? Это значит, что, как, кстати, напрямую рассказывают в других евангелях евангелисты, что там, ночью на суде, они пытались обвинить его в неких религиозных преступлениях, в богохольстве, рвали на себе рубахи, да, что он богохольствует, не надо нам больше никаких свидетелей. А Пилату они сказали, что он объявил себя царем этой самой римской провинции полуавтономной и хочет таким, и сепаратистам хочет отделиться или вообще свергнуть власть Кесаря. То есть обвиняют его в совершенно политическом преступлении, за которое Пилат его, скорее всего, казнить согласится. Хотя за религиозные преступления он сказал бы им, идите и судите его сами, это дело ваше. Собственно говоря, именно такое видение происходящего мы с вами можем прочитать в Евангелии от Луки. Когда же самого Иисуса он спрашивает, вот, ты, царь иудейский? Иисус только один утвердительный ответ дает Пилату, и дальше, сколько бы Пилат не пытался разобраться, может быть, он пытался что-то узнать о сообщниках и подельниках, о том, где расположены склады оружия, неважно. Больше этот разговор Иисусом не поддерживается, потому что все это, в общем, не имеет ни смысла, ни большого значения. Пилат понимает, что здесь что-то сильно не так. И даже существует некое дошедшее до Матфея предание о том, что в эту ночь жена Пилата что-то видела во сне, послала ему сказать, не вреди этому праведнику. Так или иначе, Пилат, как сообщает сам Матфей, знал, что Иисуса предали из зависти, что все это обвинения ложные. Странно, что он при этом, ну, то есть нам странно, что он при этом не отвергает эти обвинения с порога и не отпускает Иисуса, хотя кажется, что мог бы это сделать. Но на самом деле кисари, римские императоры, со времен Августа, еще за полвека до происходящих событий, даже больше, создали целую армию секретных агентов, которые старались наблюдать за всеми. И Пилат понимает, что на него просто самым примитивным образом настучат, обвинят его уже самого в проявлении нелояльности, что он там явного бунтовщика, которого ему предъявили как бунтовщика, вот там не стал каким-то образом наказывать. Поэтому он и пытается другим путем избавить Иисуса, говоря, там, кого вы хотите, чтобы я отпустил вам на праздник. Вот был некий обычай, кстати, не так, чтобы регулярно соблюдавшийся, но действительно был такой способ выразить некоторое нечто позитивное по отношению к публике, применялся иногда в разных частях греко-римского мира, разного уровня правителями, вот кого-то отпустить. Кого вы хотите, чтобы я отпустил вам на Пасху? Он надеется, что толпа, думая, вероятно, что это случайная толпа, что толпа, конечно, скажет, предложит отпустить совершенно ни в чем не виноватого Иисуса. Ну вот, смотрите, мы видим, что здесь отлично работают такие массовые политтехнологии, потому что первосвященники и книжники, как здесь написано, возбудили народ просить варафу. Мне не раз встречались, в общем, совершенно нелепые рассуждения про то, как одни люди и те же люди сначала кричали о Санна, сына Давидова, потом вот, значит, распни, распни его. Нет, это разные люди, во-первых. Во-вторых, это, в общем, некая толпа, которую рано утром в день Пасхи первосвященники тут организовали, скорее всего, из своих ближайших каких-то слуг или, может быть, соседей и приятелей, и подговорили их просить варафу о ней Иисуса. Конечно, это не те галилейские паломники, которые встречали Иисуса как мессию в момент его входа в Иерусалим. После чего Пилат, видя, что все равно ничего не получается, делает некоторый жест, призванный обозначить, обозначить, что он снимает с себя ответственность за происходящее, умывает руки. И вот здесь эта толпа снова кричит «Да!» кровь его на нас и на детях наших. Тоже мне приходилось много раз видеть, как из этого сюжета, из этой фразы пытаются сделать какую-нибудь антисемитскую идеологию. Во-первых, всей той толпы было человек 200 от силы. Площадь перед домом Пилата едва ли вместила бы большее. И, знаете, ну, как бы, если в любом другом народе кто-нибудь такое за весь народ 200 человек заорали, это показалось бы, по меньшей мере, нелепым. Так и здесь. Я бы сказал, что какое бы то ни было экзистенциальное, богословское, судьбоносное значение этим словам кровь его на нас, на детях наших, предавать отнюдь не следует. Мало ли какие глупости орала эта толпа, подуськанная первосвященниками. Это в любом случае глупости, за которыми ничего не стоит. И, конечно же, попытки отдельных, я бы сказал, околохристианских, псевдохристианских течений на основании вот этого фрагмента Евангелия возлагать на иудейский народ ответственность за смерть Иисуса Христа. Ну, это, в общем, конечно, передергивание. Передергивание и не более того. Скорее для Матфея, который для иудеев-то и пишет. Это возможность задать читателю непрямой вопрос. А твое отношение каково к этому? Да, вот ты член этого народа. Да, тебя там не было в Иерусалиме в этот момент. Или ты был с теми галилейскими паломниками, которых не было в этот момент на площади перед домом Пилата. Твое отношение к этому? Согласен ли ты, что кровь его на тебе и на детях твоих? Или нет? Это тоже на самом деле в контексте именно Матфеева повествования очень важная и серьезная вещь. Потому что по-настоящему, если хотите, это именно тот вопрос, ради которого весь рассказ и строится. Именно Матфеем, именно для иудеев. Потому что это возможность для читателя сказать, извините, меня там не было. кровь его во мне, потому что он сам сказал «примите, ешьте», а не потому что я, как эти странные люди, перед дворцом Пилата там что-то такое орал. Повторяю, ну вот здесь важно для нас именно подумать, почему Матфей рассказывает эту историю. И для иудейского читателя ее совершенно не рассказывают все остальные, кто пишет для читателя не иудейского. Продолжается рассказ евангелиста в 27 главе свидетельством о том, что, приняв некоторое решение, Пилат отправляет дальше Иисуса по инстанции. Воины издеваются над ним. Часто пытаются вот то, что происходит в притории, то, что делают воины, вот это вот облачение Иисуса в багреницу, бичевание, насмешки над ним, там, радуйся царь иудейский, представить как некоторое тоже такое своего рода сакральное религиозное действие. Я боюсь, что это слишком сложно, и на самом деле все очень примитивно, потому что вот здесь мы действительно видим, собственно, бесчеловечность человека, и никакого более глубокого смысла в этом нету. Когда же они заканчивают эти самые насмешки, одевают его в его одежду и ведут его на распятие. На лобном месте, куда, по свидетельству Матфея, Господь был не в силах сам донести перекладину креста, и для этого потребовалась помощь Симона Кириньянина, на лобном месте его распинают, давая ему уксус, смешанный с желчью. В других вариантах рассказа мы видим вино с ароматами, возможно, некий одурманивающий напиток, который Господь не принимает, а уксус, смешанный с желчью, такая едкая штуковина, по предположениям историков, которая должна была уменьшить жажду, чтобы тот, кого казнили, не умер слишком быстро от жажды, потому что распятие, вообще говоря, казнь, конечно, рассчитанная на длительные мучения, в несколько суток, обычно двое-трое суток висели распятые на кресте. Пилат повелел прикрепить надпись, это и есть царь иудейский, на трех языках, как мы знаем, из-за других евангелистов. Ну, вот, видите, тоже такой ключевой момент, важный очень, что окружающие люди, в первую очередь первосвященники и старейшины, начинают насмехаться и говорить, вот спасал других, давай, спаси самого себя, сойди с креста, и мы поверим тебе. Да, Матфей не рассказывает о разбойниках, только упоминая, что и разбойники, распятые с ним, поносили его. Подробности в Евангелии от Луки есть. Ну, вот, смотрите, они все, все эти люди, стоящие у подножия креста, те, кто, собственно, и сделали это, да, чьи действия и решения привели к тому, что Иисус оказался на кресте. Вот они говорят, ну, давай докажи нам, сделай для себя то, что ты, как ты говоришь, делал для других. Но в том-то все и дело, что Иисус это делает не для себя, а делает это для других, то, что он остается с нами, хотя мог бы попросить 12 легионов ангелов, вот это его решение, остаться с нами, оно для того, чтобы спасти нас, а не самого себя. И здесь Иисус, ясное дело, молчит. Хотя тоже не будем забывать о том, что для человека, который распят на кресте, и опирается на пробитые гвоздями ноги каждый вздох, мучительная боль, и тем более произнести хотя бы несколько слов очень и очень больно, потому что в этой ситуации человек начинает сразу задыхаться. для евангелиста, вероятно, важнее было показать, что первосвященники, старейшины, все те, кто насмехаются в этот момент над Иисусом, видят в умирающем на кресте Иисусе и все, что угодно, кроме, собственно, страдания того, что смог увидеть сотник. Потому что дальше, когда Иисус умер на кресте, мы видим сотник, и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение все бывшее, устрашились и говорили, воистину он был сын Божий. Они в этом чистом страдании, которое не является результатом вины вот этого человека, они увидели что-то, что они назвали вот так. Воистину, человек тей был сын Божий. Сотник ведь, скорее всего, был язычником. Да, и лишь потом стал христианином. Поэтому там какой смысл? Он вкладывал слова сын Божий. Это отдельный разговор. Но важно, что он увидел вот этого страдающего, умирающего человека, который умирает ни почему. Ни почему. Просто как объект человеческой ненависти, отвержения и каких-то довольно мелочных и недостойных политических интриг вот этой всей публики, от первосвященников до Пилата. И в этом сотнику что-то открывается. Поэтому он говорит такие удивительные вещи. А первосвященники нет. Они не хотят, не могут, не знаю, не видят ничего этого. Это очень поучительная, на самом деле, вещь. И очень важная, я бы сказал, для понимания того, чему же все-таки Иисус учит своих учеников. Потому что быть христианином, помимо прочего, подразумевает в первую очередь видеть страдания как таковое, а не все то, что вокруг и не связано с ним непосредственно. Обратим внимание также на то, что евангелист рассказывает нам, что Иисус произносит эти слова, Боже мой, для чего ты меня оставил. Ну и тоже здесь есть некие, некоторое пространство толкований, более обычное и менее убедительное, заключается в разговоре о богооставленности Иисуса. По совести сказать, это не та тема, на которую, я бы сказал, люди должны осмеливаться думать. Потому что, в конце концов, тайна Троицы, Отца, Сына и Духа, это тайна. Знаете, как Иоанн Дамаскин выражался в таких случаях, это тема, про которую удобнее, удобнее молчания, по-славянски, удобнее промолчать. Вот. Я бы сказал более вразумительным является толкование, которое обрешает внимание на то, что это псалом, строка из псалма, и таким образом свидетельствует о том, что Иисус молится в этот момент на кресте. Он произносит молитву. Более того, часто обращают внимание, что этот псалом часть того, что обычно произносили отходя ко сну, хотя это мне представляется уже несколько избыточным толкованием. Важно для читателя Матфея понимание того, что это, да и любых других Евангелий, понимание того, что это не просто слова, которые Иисус обращает к Богу. это молитва, которую он, умирая, произносит, и как это часто бывает, когда у человека уже нет сил, ему остается только молиться теми словами, которые он выучил с детства. вот, повторяю, может быть, самое существенное, это то, что, умирая, Иисус молится, обращается к Отцу. Когда он умер, как мы знаем, некоторые люди, которые не были в открытую его учениками, приходят в Пилату, просят его тело для того, чтобы похоронить, но кроме этого, евангелист Матфий сообщает здесь загадочную вещь, загадочную, которая отсутствует в рассказах других евангелистов. Он говорит, что когда Иисус умер, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, камни расселись, ну, вероятно, да, как раз, о некотором землетрясении и подобных вещах, даже затмении, да, рассказывают другие евангелисты, но Матфей говорит, вот, завеса в храме разодралась, гробы отверзлись, многие тела усопших святых воскресли, и по воскресенье вошли в Святый Град. честно говоря, я не видел ни одного никогда убедительного объяснения того, о чем идет речь. Поэтому мне кажется, что да, это загадка, которая пусть лучше останется загадкой. Происходит нечто, может быть, значимая в этих словах для первых читателей, Матфея, для него самого, но сами мы сегодня совершенно не в состоянии угадать или выдумать, что же там реально происходило. Да, может быть, это связано с тем, насколько мы оторвались, так сказать, от иудейской традиции, а может быть, и с чем-то другим. Так или иначе, когда Иисуса похоронили, здесь говорится о Иосифе Аримафейском, который это сделал здесь, в Матфее, Никодим не упоминается. Дальше, в самом конце, в последних стихах этой главы евангелист сообщает, что уже тогда, когда Иисус умер, но еще не воскрес, возникает некая сплетня, впоследствии довольно распространенная и в разных вариантах повторявшаяся, что ну вот там ученики могли там прийти, украсть тело, сказать, что он воскрес, значит, стражников подкупили, чтобы они сказали, что они заснули, сами понимаете, засон на посту в любой армии всегда, в общем, по голове это не погладят, поэтому они платят этим самым стражникам, говорят, мы там все уладим, вот. Уже в те времена, когда Матфей записывает этот рассказ, уже существуют разные попытки объяснить, что же там произошло, потому что весть о воскресении Господа Иисуса Христа уже становится известна, и эти самые первосвященники вот пытаются как-то замять, так сказать, эту информацию. По-видимому, наиболее широко используемой в тот момент была именно версия того, что ученики украли тело ночью. Существует немалое число исторических исследований, достаточно убедительных, свидетельствующих о том, что эта версия в общем никуда не годится. Мы сейчас не будем их обсуждать, для нас важно то, что все равно и после смерти Иисуса все равно тот же выбор, верить или не верить, остается у каждого участника этих событий.